Это самые большие ловушки в мире, потому что их здесь придумали 60 с лишним лет назад. Наше советское изобретение, ноу-хау, как бы теперь сказать. Потому что когда немцы были до войны, они тоже ловили птиц. О, какие ловушки! Ловили совсем другим старым методом. Сыпали еду на землю, сажали манную птичку, дергали за веревки, сети падали сюда. Песочек, обратите внимание, какой чистый песок, как на море. Мягко так, чистенько, все ухожено, красиво. Природа такая, птички поют. С 1 апреля до 1 ноября здесь ловят птиц. Иголки, такие необычные даже. Погода сегодня порадовала солнышко. Вообще хорошо, тепло. Сети вот эти, кстати, сказали, сами шьют. Покупают сетку, и женщины, и рукодельницы шьют вот эти сети. Поют как птички красивые. Про Кишу, про нашего можно будет у него спросить, про лапку. Почему она такая? Мы даем научный прибор для заманивания носок. Вот главный прибор. Мышь резиновая, не настоящая. И даем студентке, чтобы она пищала. Вот для чего студентка-то, для пищания. А вы о другом подумали, наверное. Вот так студентка 3-4 часа пищит, если хочет зачет, курсовую, что там им надо. И за ночь, если хорошая, работящая, красивая студентка попадется, рекорд 100 часов за ночь. Это красный диплом сразу держите. О, как. Потому что это инстинкт. Без экзаменов. Записано. Хотя не похоже на мышь, но вот она считает, что это мышь. Смотрите здесь, какое покрытие. Не пойму, как мох. Как будто мох. Сейчас сетку попробую. Ну да, обычная рыболовная сеть. И птички здесь попадаются. Так, идем. Это уже отстали от экскурсии. Антон, всю воду не выпивай. Оставь еще. Пригодится. Довольны и придовольны. У нас из Вологды два автобуса прибыл. На двух автобусах. Экскурсия Рустор привезла. Тоже в нашей гостинице все ночуют. Идем туда. Шишки здесь везде. Такие вот шишечки. Маленькие. Для поделок можно, Антон, набрать. Для поделок в школу. Слышишь, в пакет? Не поленись. Насобирай. Не надо. Сегодня мукбанк будет в лесу, на природе. В парке, в национальном парке. Мукбанк. Вот такие чипсы попробуем. Немецкие, я думаю, что. Зеленые. Брокколи. Что-то не поняла я, какие они даже. Несоленые. Несоленые. Вместо еды вообще отличаются от наших. Мне кажется, лейс вкуснее, да? Лейс вкуснее наши чипсы. Хотя и лейс уже не наши, но. Неплохие. Неплохие. Не говорю, что они невкусные. Они просто из муки какой-то сделаны. Мы чуть не потерялись. Пошли уже за другими экскурсоводами, пока чипсы кушали. А наши здесь все. Вот он, дай мне еще чипсов. Кто там? Есть кто все? В этом году, правда, в коронавирусе все походят. Где? Ну что, я ловлю его. Идем кольцевать. Кто? Вот я захожу туда. И руками я должен его поймать. Руками. Ни шляпами, ничем. И с очками, руками. Вот он, зябличий. Зяблика пошли ловить. Стрекот сколько здесь. Это очень хорошо для похудения. Сейчас мы идем сюда, в лабораторию. Оденем колечко. Весим, измерим и выпускаем. Все на ваших глазах. Вот журналист. Днем колечко. Кольцо, последний номер должен быть 29. Да? 29. Снимаю его. Вот он, пожалуйста. Вот снял. Теперь вот лапка. Вот тут кровеносные сосуды. Нельзя пережимать. Поэтому кольцо должно гулять по лапке. Не врезаться, как наша обручальная в палец, да? А гулять. Зажимаю, чтобы щели не было. Значит, вот все. Прекрасно, пожалуйста. Пальчики не дают упасть. Все. На всю жизнь о кольцо. Кстати, сколько прожить зяблик? Только по кольцеванию удалось установить. До 15 лет генетику записано. А в среднем полтора годика. Смертность колоссальная. 70-80% молодежи погибает. Поэтому они производят вот зяблик. Пять детей. Из этих пяти один трудный. Зяблика там кольцуют. Кольцевали девочка оказалась. Быстро он, так ловко у него получилось. И последняя операция. Детям нравится. Дети, делаем из зяблика мороженое. Да. Да. Включаем весы. На ноль вывели. Берем стаканчик. Вот вам, пожалуйста. Раз. Вот вам один гвостик. Вот вам мороженое из зяблика. Да. Ястреба в кетчуп засовываем. И вот сейчас узнаем тощий вес без жира. Сколько он весит. Вот 18 грамм всего. А бывали зяблики? 30 грамм. 30. Даже 32 были зяблики. Вот. 18 и 30. Все. И выпускаем. 20 секунд на кольцевание птиц без туристов. Можно его потрогать. Чао. Чао. Значит, сейчас она сядет на ветку. 10 минут пытается снять кольцо. Не нравится, как нам обручали. Она может снова попасть. Может. Тогда мы что делаем? Если птица с кольцом. Смотрите. Не кольцуем, но запишем. Вот журнальчик. Специальный журнал. Это птицы. Только с кольцами с 1 апреля. Смотрите. Сотни птиц. В основном наши. Но есть иностранцы к нам лезут. Ну смотрите. Но Литва это не иностранцы. Это все же соседи. А вот вам, пожалуйста, 5 июля. Спинус-пинус. Чижик-пыжик. Стокгольм. Вот. Шведский шпион. Пожалуйста. Да? И мы сразу пишем письмо. Да? Не ФСБ. Да? А туда. Прямо в Швецию. Что вашу птицу поймали на Курской косе. Номер такой-то. Дата такая-то. Они вводят в компьютер. И так на карты эти точки наносятся. Так составляются маршруты. Так выясняется, где зимуют птицы. Чем цивилизованнее страна, тем больше находит наших птиц. В Европе из 100 птиц нами окольцованных одну найдут, 1% и нам сообщат. Это хорошо. А вот в Африке проблема. В Африке они наших птичек съедают. Из колец бусы делают. Да? И бегают голые в этих бусах. Что они вам будут писать? Москва, мы съели вашу птицу. Вы что? Они там в Африке вообще не читают. Африка черная дыра. 3 миллиона мы птиц окольцевали. Да? А из Африки получили только из ЮАР от ласточек несколько возвратов. И из Туниса. Все остальное черное, вообще никакой информации. А именно из Африки важна информация. История очень тронула там. Голубь был больной горло. Голубь на берегу моря. И послали сотрудников троих поймать и взять кровь у них из вены. Голубя у этого. И что они все трое заболели тяжелым заболеванием. Легочным тяжелым заболеванием. Поэтому птицы большие, переносчики всякой заразы. Такие вот дела. Идем в автобус, едем дальше. Я хочу рыбу купить, попробовать. Еще рыбу здесь не продавали. Только янтарь продают. Ой, сова такая. Посмотри, Антон. Соли какие шикарные. Ну, уточки. Уточки, черепаха, да. Динники. Здесь ручки. Почему поступили? 10 рублей. Сдачи не было. Я за 100 рублей купила вот такую ручку. Вот такой янтарь. Котики. Котики вот такие красивые, милые. Колечки. Это мне такое, мне это неинтересно. Мне мелочок-то такая вот нравится. Ручная работа, больше яхаровка даже ничего себе. 3200 брошечки или серьги там, ну что. Цены какие шипают. Большие, дорого. Не для наших зарплат, для москвичей. Смотри, смотри. Здесь в золоте, наверное, есть. Нет, я в середине. В среднем 6000 рублей. Блин, а просто посмотрите, кто-то видит. Надо ушах смотреть, мерить. Так вот, надо ушах. Смотрите, вот это вот зеленое. Зеленое. Вот, уточка. Здесь какие-то сережки различные. 6,5, да. 6,5. Ну вот в среднем, да. 3,800 даже есть. 4,800 даже есть.